Так, а это что такое? Это монитор, детектор углекислого газа. А, еще так? Как детектор углекислого газа? Детектор СО2, детектор углекислого газа. Например, в помещении. А, это если в помещении, допустим, много народа, да? Да, в помещении. Офис, ну, люди чувствуют, да, да. Знаете, как это, жарко, душно в помещении, там на переговорах сидишь, голованочная болезнь, сонливость. Почему? Потому что превышения СО2, кислорода не хватает. Вот эта вещь помогает контролировать это. То есть она подает звуковой сигнал, что, ребята, превышено количество углекислого газа. Откройте просто окно, включите кондиционер, проветрите. Как только опускается, сразу, прям сразу чувствуете, когда уходит углекислый газ. У нас в компании стоит во всех переговорках, вот эта штука у каждого практически на столе. Причем, знаете, бывают всякие споры еще там в офисе. Мне холодно, мне жарко, ты включи, а ты мне включи. А здесь не надо спорить. Ребята, вот прибор, он показывает, что много, значит, надо. Иначе мы все с вами будем плохо работать. Ну да, да, да. В детских учреждениях, сад, шкаш, школы. Он мониторит. А метрица помещения, он сам выключается? Он всегда работает. Он включен USB. Он просто показывает концентрацию. И если превышается порог, он вам звуковым сигналом подает. Ну, он мониторит. Он просто мониторит и вам показывает. А вы уже решаете, что делать. Да, здорово. Это то же самое, просто чуть посложнее прибор. Так же. Это совместно какое-то было, да, у вас в Сбербанк? Ну, это мы делали, да. Закупали просто. Это очень хороший прибор. Причем не только для офиса, но и для домашнего использования. Особенно, например, ребенок учится. Ну да. Уроки сидит, делает. Тоже что-то, знаете, там, ну, уже устал, уже бедный, там, 3 часа сидит. Прибором, а так, надо проветрить. Все, голова начала соображать лучше. Просто потому, что кислород. Очень важная, правда. Да. Очень простая вещь, но очень полезная. Это СОЭКС, ну, наверняка смотрели Ревизоро. Так. Лена Летучий бегает вот с таким прибором и проверяет нитраты. Ну, микробы, нитраты, нитраты в товарах, в продуктах. Да, да, да. Вот. Что такое Ревизоро? Это программа такая сейчас? Да, да, программа была. Санэпидемстанция, все вот эти санэпидемстанции. И вот с этими прям полезно? Да, она вот именно вот с этим прибором. Вот именно вот с такими. Вот у нас появился недавно, буквально, это портативный монитор качества воздуха. Он мониторит качество воздуха на наличие различных газов, каких-то пыли, примесей. И вам, вас информирует о том, что воздух грязный. Также можете сделать какие-то там действия. Покинуть помещение, проветрить, включить, поленять фильтр, может быть, уже надо. Там, знаете, у вас в квартире, например, кондиционер. Вы его включаете, прибор показывает какое-то, ну, загрязнение. Пора, наверное, почистить фильтр. Это маленький приборчик, устанавливает приложение, да. Он через приложение работает. Такой маленький? Да, да, такой маленький. Знаете, говорит, это док. А что там, микросхема или что? Там стоит датчик, контроллер. Он мониторит качество воздуха. Все информации передается вам на планшет, на телефон, неважно. А как можно назвать эту группу товаров? Это как бы... Да, мониторы, как что, воздух у них называют. Это умный дом, наверное, да? Нет, это немножко, ну, это носимо электронику. Вы с собой не обязательно помним. Вы даже на улице идете, или, не знаю, грузовик какой-то там проект, он сразу отреагирует, что-то, грязнём, в пробке стоит. На стройках, да, вот, если кто-то работает. Я не знаю, банально может. Какой-то вещь, скажите, вы ходите на работу в метро по одной и той же дороге. Рядом каких там стройка, еще что-то, неважно, да, или просто помойка. Ну, это замеры, да, или как-то замеры? Да, а он замеряет, показывает, что, блин, а ваша дорога-то до метро, через какую-то грязь идет. Лучше по, 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 там, две минуты дольше пройти, но какой-то там через парк. Спокойно дышать, какая хорошая вода. А вот такой вопрос. А есть ли, допустим, пищи, допустим, уже не свежие, вот, и проверить, да как там? Да, мы ищем такой, вот, такой пока нет. Пока нет, пока нет. Будем искать тогда. Ну, наличие нитратов, как минимум, наличие нитратов, вы можете посмотреть, нитратомер. Нитратомер, отлично. Запомнив, да. Что у нас здесь, у нас представлены мультимедиа, это наушники с костной проводимостью. То есть, вы не вставляете в уши, как стандартные, а она у вас вот здесь находится, и через кости вы слышите звук. А в чем это, так сказать, полезность? Полезность в чем? Вы слушаете музыку и слушаете, что происходит вокруг. У вас уши не заткнут. То есть, вы идете по тротуару, где много машин, вы обычно наушники засуете, и вы не слышите, что происходит. А это опасно, это просто опасно. В том же самом метро ничего не слышите. Здесь вы слышите все, что происходит вокруг, и слушайте музыку. Плюс также могут использовать как hands-free, отвечать на телефон, на звонки, пожалуйста, и все это. А музыку хорошо слышно, получается? Да, можно дать попробовать, послушайте. Очень интересно. Ну, это такая, знаете, из военных разработок, вот они там, вы все это. А, это, да? Да. То есть, это... А можно мне послушать? Да, конечно. Мне просто интересно, а внешний звук не мешает слушать? Ну, во-первых, здесь просто очень шумно, вы немножко... у вас эффект будет немножко не тот. А, все-таки смажется, да? В принципе, хороший. Будь добрый, может быть, сам. Да, включи, пожалуйста, послушайте. Большое прощение, у вас есть блютуз какой-нибудь на телефоне? Нет, у меня нет, они не работают блютуз. А у меня блютуз нет. А на почте есть блютуз? А тут есть музыка или что-то себе? Ютубная, да, нет? Наверное, нет про музыки. Здесь связь плохая, мы до ютуба не доберемся. Давай я включу блютуз. Давай. Так. У меня уже давно блютуз был. Так. А с осом как-то не очень. Нет, очень удобно, я сам пользую. Да, и дальше. Так, что я должен найти? А у них связь только через блютуз, да? Да, блютуз. Там должно быть центрально. Нет, они вообще. А Google очки есть у вас эти? А будут, нет? Ну, скажем так, наверное, вряд ли. Не ваша тематика, да? Да, это такая больше развлекаловка. Мы предлагаем все-таки полезные вещи, которые действительно какую-то полезность несут. Сохраняют имущество, жизнь, может быть, даже где-то. Ну, какой-то решающий функция. Там, и поэтому они, как вы знаете, узкой направленности. Нет такого прибора, который, наверное, все делает. Нет, ну, просто вот эти наушники я об этом задумывался. Включился? А, ну, так. Надевайте. Включай. Так, нет, давайте я вам помогу. Так, вот так вот они должны быть. Нормально? Ни где-нибудь жмёт? Ничего? Я не знаю. Посмотрите. Да неважно, ты включи. Что-нибудь по-другому. Очень интересно, проект как-то... Сейчас голос Бога услышишь. Будет немного непривычно, потому что вы будете слушать нас и окружающим. А я к этому и приятно. Ну, давайте как искали. Немножко вибрацию не обижать. Я не знаю, про что вы слышали. Я у нас сейчас слышу, давай. Что это такое? Не слышу. Это наушники косвопроводимости. Вам не надо... То есть вы можете слушать музыку и слушать все, что происходит в окне. Вот, зачем? Это для безопасности. Давайте я погромче сделаю. Погромче сделаю. А, давай. У вас есть машина? У нас есть штука. Потому что я не забываю. Вы что? У нас надо снарядовать. А это слепнот, что ли у вас? А принцип там не динамики же, да? Там другой принцип? Там не динамики, да? Там вибрация, да? Ага. Там через кость. Ну там не динамики, да? Как обычных наушников. Смотрите, в них есть несколько суздок. Слышно? Если вы занимаетесь путьом, то вы в них бегаете, прыгаете. Они не слетают. Еще есть музыка. Едите за рулем. Не снизают точно? Ну, можете попрыгать. Едите за рулем. Те же самые хальские музыку можно слушать и ванкер отвечать. Ты слышишь, что вокруг происходит? Что, нет музыки, да? А сериоэффекты нет? Ну, сериоэффект так, честно, сложновато уже, конечно же. Есть сериоэффекты? У них еще большое плюс, что они держат зарядку на 12 часов. Если вы, конечно, не выключаете их, в случае. Если, конечно, выключаете, там мне на 5 дней хватает. Ну, где-то на дорогу. А вы тоже не пропустили? Конечно. Я просто взял, скажу, не хватает. Какую цену они? 7 тысяч, да? 7, ну, 8. Я не могу сказать, что прям не слышно. Все слышно. Ну, музыку высушите. Ну, это, наверное, не максимальная громкость, да? А я не знаю. Вы же видите, что здесь еще хуже вообще. Да. Нет, нет, смотрите. Есть еще такой минус. Плюс вы можете их немножко поближе к вашему перепонку, а это тогда только музыка. Если немножко подальше, вот здесь. О, а я теперь вообще не слышу. Вот, видите? Есть такое поведение. Ничего не слышишь или слышишь? Слышишь? А? Лучше слышим, Вася. Здесь два вида. Можно сделать, чтобы слушать и окружающий. И музык, либо наоборот только музык. Бери, пожалуйста. Слушай, это гениально. Потому что, смотрите, видите, тут отверстия, да, идут. То есть звук еще идет не только как бы там через сквозь, но еще и, ну, как бы вот в сторону чуть-чуть идет. А я даже слышу отсюда, да. Вы будете слышать, да. А вот то, что они так дергаются, как... Это вибрация, они... А это не снимаются, вибрация? Да, может, минуту уменьшить. Звук уменьшить, да, будет. Да, да, да. Ну, есть ощущение, что вот люди, которые со стороны не слышат эту музыку, да, и для них будет дискомфорт. Если будет громко, то будет слышно. Ну, они предназначены... На улице, да, ты на улице, да, да. Спортом ты бежишь один, сам, и громко, никому не мешаешь, ну, и слышишь, что вокруг происходит. Да, правильно, я забыл, да, правильно. Конечно, если вы сели там в маршрутку, и у вас тут орет, конечно. Все, да, да, да. Вообще, на самом деле, сейчас ВКонтакте, ну, я понимаю, гулять такая, да, штука, что, когда бегаешь, сзади какой-нибудь маньяк, да, там, и очень у людей как-то бескомфорт. Велосипед, машина, тебе там звук, а ты, да. Да, да, ты идешь там, хочешь слиться с природой, как бы, музыку там послушать, там, побегать. Так что в полюсу бегают мы сами. Да, медведи вы слышите, да. Я буду знать. Здорово. Вот про это вам расскажу, замечательная вещь. Это универсальная карта. Что она позволяет? Универсальная карта? Универсальная, пластиковая карта, скидочная. У вас наверняка куча в кошельке скидочных карт. Перекресток, я не знаю, летуаль, вот это, вот такая вот лента. Вот эта штука позволяет это все выбросить и носить с собой только ее. В приложении загружаются все ваши карты, которые у вас есть. Тут надо потратить какое-то время и загрузить. Взять эту карту с собой, прийти в нужный вам магазин необходимый, и в приложении выбрать эту карту вашего, ну, там у магазина. По блютуз она соединяется, информация с телефона попадает на карту, вы отдаете ее продавцу, и он ее либо прокатывает по магнитной ленте, либо штрих-кодом списывает. То есть вы носите с собой только одну карту. А это само устройство, оно как бы, как программатор, да? Оно лежит у тебя дома, условно, да? Оно лежит у вас в кошельке. А, нет, вот это вот. А, вот это программатор, да, это там... Но его с собой надо носить? Нет, нет, вы с собой носите только карту. Маленькую, обычную, стандартную, плоскую карту. Ну, только одну, а не 20, как у нас в кошельке. Да, идея понятна. Вот это, вот, плюс, чем хороша, тем, что, например, у вас есть такая карта, и, например, у вашей подруги, но у вас разные скидки, вы можете им и делиться. То есть не надо с ними встречаться. Вы у нее запросили по приложению, дай мне скидку того-то, она вам дала разрешение, и вы можете пользоваться ее картой, ее скидкой. А, вот в этом, Ксюшка. Вот еще как, вы можете делиться. А какая цена? 8,50. Ага. Решаем проблев владения. Сергей, а если вот потеряешь ее, ну, украли, как это восстановить? Она там, там, исписывается буквально через, там, 5 минут. Нет, ну вот мне надо к вам в магазин ехать, там, даджет, или как? Нет. А, ну, типа... Ну, я ее потеряла, грубо говоря, да? Что? Клантом. Ну, нет, если я не ошибаюсь. Грубо говоря, если карта утеряна, можно новый купить? У вас в магазине? Купить можно. А, конечно. А, но он тоже будет стоить? Ну, только, конечно, это, ну, это как, ну, как, все. А, цена будет такая же, да? Ну, да. А, понятно. Нет, конечно, если вы потеряете... Это цена самого чипа, да, получается? Ну, там, набор, там, карта, устройство, провода, все. А, грубо говоря, нет, если саму карту купить к устройству не подойдет, она? Тут потеряли карту к индийскому. Устройство... А, вы имеете в виду просто одну карту, то есть? Да. А, вы потеряете низкие карты. Ну, у нас продается все целиком. Ага. То есть карта принадлежит к устройству, да? А, вы имеете другое устройство, другое карту. Ну, вот карту потеряли, а устройство дома осталось. Вы можете приехать в магазин, купить просто карту, чтобы, ну, замок? Ну, значит, другая карта к устройству подойдет. Так. Вот, но, например, мы продаем, ну, комплект, как бы, нельзя купить отдельное устройство, отдельную карту. Вот вам есть к чему стремиться. Ну, да. Понятно. Будем думать. Ясно, а это что такое вот это с правой стороны? Это маленькая пауэр-флешка, небольшой пауэр-бэнк, ну, буквально всего 600 миллиампер. То есть, он тоже, видите, он очень тоненький, практически размером с пластиковую карту. Если у вас вдруг... А, у нас же это, да. Если... Это обычный пауэр-бэнк, просто у вас большой. Я поняла, да. У вас прям сел телефон, ну, вот надо позвонить, вот, профи взноса, да? А большого нет. Вот это позволяет, там, на 20-30 процентов ваш телефон подзарядить, вот, спасти вас, грубо говоря, именно вот в этот момент, когда он ниже. Понятно. А что, 1300? Ну, это так. Это такая, знаете, выручалочка, которая у нас там в кошельке лежит. 600 миллиампер, да, он? Да, ну, буквально там, чтобы вот реанимировать ваш телефон, там, на пару звонков там 20 процентов подзарядить. Ну, в принципе, там еще флешечку можно вставить, просто как флешка. Угу. Вот интересная вещь. И его насчитать надо какое-то время, да? Останавливали, прибор остается, он как бы... А можно ручку попросить в руках подзарядить? Да, конечно. Просто, ага. Мам, будь добр, да, ручка, пожалуйста. Маш... Ага. А все. А у нас они тоже продаются. У нас тоже продаются, да. Понятно. 12. То есть она, соответственно, 30... Уже 30, но раньше 50 стоит. Не, ну, главное, что их можно... А вот такой почерк, вот такой почерк понимает? Да, да. Понимает почерки, рисунки, все понимает. А то что русский язык, ничего? Проблем может переводить? Переводить с русского на английский, с английский на русский. Вот так. У него заложено это функция. Может переводить? Да, там есть инструкции, ну, когда программа установлена на компьютере. Ага. То есть она клипсочка, это абсолютно маленький приборчик. Даже если вы за границей находитесь там... А вопрос, это же китайская разработка? Да. А на китайский он может перевести с русского на китайский? Вот так я даже не знаю. Значит, давайте спросите. Не пробую. Не знаю. А с китайского? Ну, сколько там языков? Нет, ну... Он там английский? Не переводит. Будет это? Берем, да. Не может быть. Я вам другой так подавать сюда. Просто мы делаем блок один сайт для китайцев. Ну, просто я почему... Мне просто стало интересно вот. Надо просто... Ну, шумнивать вам. Ну, да. Ну, потом созвонимся, да. Ну, просто там заряжается стандартность. И блок, и это... То есть вы пишете? Подсоединили к компьютеру, у вас все же написано уже там в JPEG. Плюс можно перевести еще в Word-овский формат. Отлично. А у нее ресурс какой-то есть? Ну, она вечная? То есть или вот там год-два проходит, она ломается? Ну, все бывает. Как техника, да? Ну, вообще все бывает. Как пользоваться, да. Обычно с ним проблемы... Понятно. Ну, с ними проблемы особо по возвратам, по бракам мы не испытываем. Ну, то есть, как бы довольно надежный прибор. Ручка, это ручка обычная. А вы знаете, много, на многих выставках... У нас был... И цена у нее вот... 9900, да. Достаточно дорогая, да? Достаточно дорогая, да. У нас... Все люди у нас... Ну, дорогая относительно... А цена на выставке или у вас и магазин такая же цена? А магазин такая же. Мы на выставке... А что там, какие розничные сейчас финальные? Вся розничная цена. Я так рада, что попала на эту выставку просто. Ну, да. Здорово. Ну, как еще так? Магазин не придешь вот так вот, да? На личную милликальточку. То есть, грубо говоря, в реальном времени я написал текст, там, допустим, на А10, А4. И, в принципе, в реальном времени у меня этот текст переводится уже... Да, да. На компьютер можете прямо... Да, да. Если я рисунки это делал, он тоже как бы выбрасывает. Да. Он прямо рисунки... Прямо в онлайн-режиме можно делать. А вот если человек рисует, а в проекторе можно отражаться сразу? Ну, как бы... Мы подключили компьютер к проектору и сразу... И аудитория видит, что он говорит. В онлайн-режиме будет. Это круто. Нарисуйте и квадрат, да? У нас сейчас квадрат. Да, да, да. В онлайн-режиме все будет. Все, отлично. Все, я понял. Супер. Отлично. Пойдемте дальше. Ага.